МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта. В эфире телеканала Беларусь-3, передача старта и финиша в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали. Четырех матчей не хватило. Гомель и Металлург выясняют отношения в четвертьфинале хоккейного чемпионата. В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран 22-й тур. Из представителей Гомельской области победили только железнодорожники. Лучшие гиревики в погонах соревновались в Гомеле. Перед началом противостояния Гомеля и Жлобинского Металлурга в четвертьфинале плей-офф чемпионата страны по хоккею в экстралиге навряд ли кто-нибудь сказал бы, что серия будет скучной. В регулярке игры Полесского дерби всегда проходили напряженно. В нокаут-раунде команды не разочаровали. Четырех матчей для выявления победителя не хватило. Стартовала серия двумя матчами в Гомеле. В первом из них команды выдали завидную результативность. К старту третьего периода жлобинчане ввели 4-2. При этом они трижды сумели реализовать лишнего. Однако до окончания основного времени матча хозяева смогли отыграться. Свое веское слово сказал капитан Гомеля Эйдис Брахманис. Сначала он сократил разрыв, а менее чем за минуту до конца третьего периода перевел игру в овертайм. В дополнительное время Фортуна была на стороне Рыси. И вновь отличился Брахманис, который записал себе в актив хет-трик. В следующих матчах результативность пошла на спад. Вторая игра началась для гостей не очень удачно. На шестой минуте Гомель вышел вперед. Отличился Михаил Хараманда. Для защитника эта шайба стала первой в сезоне. Гомельчане владели преимуществом. Стальные волки отвечали острыми контратаками при любом удобном случае. Однако заброшенных шайб не было. Голевая засуха продолжилась до старта третьего периода. На шестой минуте Евгений Хузеев воспользовался ошибкой в обороне соперника 2-0. По игре мы, конечно, внесли коррективы. Поменяли немножко кое-какую схему. Попросили очень первый период активно сыграть, где у нас были моменты. И вот завершили немножко, у нас в первом периоде не получилось. Но попросили терпеливо работать, дождались ошибки соперника, забили второй гол. Гости сдаваться не собирались и через пять минут доказали, что не все еще ясно в этой игре. Тимофей Филин после броска партнера подправил шайбу в ворота Игоря Брекуна. И опять же, стальные волки реализовали большинство. После этого гости еще несколько раз очень опасно угрожали воротам гомельчан, однако шайба не летела в рамку. За несколько минут до сирены Павел Шигала покинул ворота Металлурга, уступив место шестому полевому игроку. Александр Житких этим воспользовался, установив окончательный счет в матче 3-1. Два матча, две победы, конечно, это хорошо. Нужно идти дальше, еще серия не закончилась. И два матча, они были тяжелыми. Продолжаем также работать и нам нужно выигрывать эту серию и идти дальше. Серия переехала в Жлобин. На своем льду стальные волки отступать не собирались. И в третьем матче они это доказали. Основные голевые события пришлись на третий период. Счет открыли гости. Отличился Александр Еронов. Чуть более чем за минуту до сирены гомельчане остались вчетвером. Хозяева заменили голкипера на шестого полевого и забросили. Отличился Кирилл Никулин. Победитель стал известен только во втором овертайме. Никита Осипов принес победу Металлургу. Четвертый матч также не разочаровал. Жлобинчане опять сверхудачно играли в большинстве, реализовав три попытки. В итоге они победили 4-3. Счет в серии до четырех побед 2-2. Продолжение в Гомеле 2 марта. В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран 22-й тур. Из представителей Гомельской области только БЧ смогла взять очки. На своей площадке железнодорожники принимали столичные Динамо БНТУ. БЧ нужна была победа. Два поражения подряд, пусть и от обитателей первой четверки чемпионата, столицей Мопида, оставили неприятный осадок. Соперник попался не самый сильный. Студенты борются за выживание высшей лиги. Правда, команда имеет славу неуступчивого соперника. Что минчане подтвердили на старте матча. На шестой минуте не открыли счет. Отличился Павел Книга. Долго раскачивались. Хорошо, что забили они. Пораньше этот гол разбудил он нас. Но последние три игры настораживает то, что мы пропускаем. Четыре. Четвертая игра мы пропускаем первым. Это очень какой-то такой момент, над которым будем разговаривать, работать. И действительно железнодорожники как будто проснулись, взвинтив темп. На девятой минуте Дмитрий Шулькин счет сравнял. Буквально тут же Александр Вершинин вывел хозяев вперед. Артем Золотухин спустя еще три минуты сделал счет 3-1. А Вершинин на семнадцатой минуте оформил дубль. Были тяжелые моменты, такой период какой-то, можно сказать, тяжелый. Травма плюс беспокоило колено. Сейчас хорошо вылечился. Игра, как бы, ребята помогли. Забил два гола. Игрой доволен. Во втором тайме железнодорожники играли по счету. Правда, опасности у ворот соперника было не меньше, чем в первой половине. Менчане иногда отвечали контратаками. Александр Даниленко стал менять сочетание в четверках, дабы лидеры могли отдохнуть. В итоге во втором тайме больше игрового времени было у резервистов. Они отличились. В течение минуты Дмитрий Коцуба и Никита Можейко сделали счет 6-1. На последней минуте впервые в составе железнодорожников на площадку вышел 18-летний Иван Дроздов. Игра позволяла. Решили дать возможность молодому почувствовать этот уровень парня 18 лет. Поэтому почувствовать атмосферу взрослого футбола. Больше никто из представителей Гомельского региона в 22-м туре побед не добился. Верзе на выезде уступил дорожнику 0-1. ЦКК крупно проиграл Лицельмашу 10-1. Агрокомбинат Южный на родном паркете был бит гранитом 2-3. В турнирной таблице выше всех располагается БЧ. Шестое место. Верзе замыкает восьмерку сильнейших. Южане на 13-й строчке. ЦКК на 16-й. Чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге стартует 16 апреля. Первый тур растянется на два дня. Между тем представители нашего региона в турнире продолжают подготовку к сезону. Вышел из отпуска Светлогорский Химик. Первый товарищеский матч команда проведет 5 марта в Жлобине против Гомель-Желдор-Транса. Железнодорожники провели уже два товарника. В последнем они уступили Ислачи. 1-2. Футбольный клуб Гомель также встречался с новичком высшей лиги. Подробности в нашем обзоре. В игре против Ислачи, которая проходила в Бобруйске, зелено-белые открыли счет уже на 10-й минуте. Голевой успех пришел после розыгрыша углового. Отличился Павел Ситко. Столичные футболисты отыгрались ближе к перерыву. Забил Владислав Ясюкевич. На 60-й минуте Ислач повела в счете. Иван Денисеевич реализовал пенальти. За 10 минут до конца матча гомельчане сумели уйти от поражения. Опять сработал стандарт. Павел Чернышев подал штрафной точно на голову Руслану Единкову. 2-2. Гонбольный клуб Гомели Бенто убила. С очным поединком завершили программу первого круга второго этапа женского чемпионата Беларуси. Лидеры встречались в Гомере. Как всегда, на стороне хозяев была мощная поддержка трибун. 20 минут игра шла мяч в мяч. Однако концовка первого тайма осталась за гомельчанками. 16-10. Весомый вклад в отрыв внесла левая полусредняя Гомеля Юлия Ганечкина. На ее счету к перерыву было пять заброшенных мячей. Во втором тайме инициатива перешла к мячанкам. Им удалось сократить отрыв до двух голов 19-17. Уверенная игра на последнем рубеже голкипера хозяек Валентины Кумпель не позволила БНТУ подобраться ближе. В концовке гонболистки Гомеля вернули нити игры в свои руки. Итоговый отрыв составил пять голов 31-26. В нынешнем сезоне в очных поединках Гомеля и БНТУ паритет. В активе каждой команды по одной виктории. Один поединок завершился в ничью. Сейчас в чемпионате наступает пауза до 23 марта. В это время национальная сборная Беларуси сыграет два матча квалификации к чемпионату Европы. Молодежная проведет две игры отбора к мировому чемпионату. В учебно-тренировочном сборе примут участие семь игроков Гомеля. Гомельский боксер Кирилл Самодуров провел очередной бой на профессиональном ринге. В Санкт-Петербурге гомельчанин в первом раунде нокаутировал бойца из Латвии Юрия Овсяникова. На счету Беларуса шесть побед в шести боях. Еще один гомельчанин Дмитрий Атрохов примет участие в 12-раундовом бою за титул чемпиона по версии WBA Intercontinental. Поединок состоится 26 марта в английском Шеффилде. Соперником беларуса будет англичанин Адам Эйч. На профессиональном ринге на счету Дмитрия Атрохова 11 боев и 11 побед. Между тем в Гомеле соревновались те, у кого победы на профессиональном ринге еще впереди. В областном центре прошел боксерский турнир, посвященный памяти воинов-интернационалистов. Турнир проводился в 17-й раз. Участие в нем принимали молодые бойцы из Беларуси, России и Украины. Всего около 70 человек. Традиционно слабых соперников на соревнованиях не было. Мастера спорта, кандидаты, призеры и победители международных турниров. На ринге было жарко. Без боя никто сдаваться не хотел. Однако не только спорт был главным. Важен и воспитательный аспект. Этот турнир мало того, что пропагандирует память об этой войне афганской. И в том числе о тех ребятах, которые погибли. Но и в то же время, понимаете, это перекликается с нами, как ветеранами-бойцами. Также перекликается с этими же бойцами нынешними, которые на ринге. Тоже за победу, за честь, за родину, за республику, что называется. Каждый за свою страну. Гомельчане на турнире статистами не были. У воспитанников областного центра Олимпийского резерва единоборств 4 золота, 1 бронза и 2 серебра. В Гомеле состоялось первенство Республики Беларусь по спортивной акробатике. Участие в нем приняли 120 юниоров со всей страны. Были представлены команды областей города Минска. Хозяева доказали, что являются лучшими в стране. В первой части соревнований спортсмены демонстрировали балансовые номера. Во второй – темповые, где основными элементами были вращения, броски и сальто. Заключительная часть – комбинированная. Лучших определяли по трём критериям – артистизм, техника и сложность трюков. В финал вышли шесть групп в каждом из видов акробатики – мужской четвёрки, женского трио, мужских, женских и смешанных пар. По итогам соревнований первое место заняла команда Гомельской области. На втором – спортсмены из Брестского региона. Замкнула тройку призеров – витебская команда. Есть дети, которые уже принимали участие в чемпионатах Европы, юношеских и в чемпионатах мира. Есть и призёры, завоевавшие медали. Это молодёжь и резерв нашей страны в спортивной акробатике. Гиревики в погонах соревновались в Гомере. Областной центр принимал спартакиаду Вооружённых сил Беларуси по гиревому спорту. Соревнования проходили в спортивном комплексе Белгута. Гиревой спорт в белорусской армии популярен, а потому по уровню спортсменов внутренний чемпионат в некоторых весовых категориях почти ничем не уступает чемпионату Беларуси. В списках участников спартакиады 12 мастеров спорта, а также один мастер спорта международного класса. Это звание носит Сергей Карпович. У него за плечами не одна победа на чемпионатах мира. Однако спартакиаду Вооружённых сил он никогда не пропускает. Здесь мастера спорта, кандидаты на мастера спорта. Есть многие ребята, которые уже выступали на международных турнирах. В этом году ездили в Москву на первые военно-спортивные игры. Также многие ребята ездили на чемпионаты мира. В спартакиаде Вооружённых сил приняли участие 8 команд. В каждой по 7 человек по количеству весовых категорий. Они представляли командование, виды Вооружённых сил, а также учебное заведение, военную академию и военные факультеты гражданских вузов. Кстати, в составе сборной военных факультетов были два представителя Белгута. Они выступили довольно удачно. Антон Баланчук занял четвёртое место в своей весовой категории, Дмитрий Ганусевич – третье. В общем зачёте победили гиревики из команды частей центрального подчинения. На втором месте сборная сил специальных операций замкнули тройку призёров спортсмены Военной академии. И на сегодня о спорте всё. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова